Сегодня у нас день пранкер. Офигеть, что он делает? Что? Не, разгребай пути носами, я бы серьезно говорю. Хей, ватсап, ребят, мы часто с пацанами спорим, кто же у нас лучший пранкер. И сегодня мы это выясним. Начнем мы со стаза. Э, кто выключил свет? Так, ткань, прямо тут. Сейчас, сейчас, сейчас. В смысле? Таня, ну тут ничего удивительного, потому что сегодня у нас день пранков. Привет. Ты совсем забыл? Я думал, ты сторис снимаешь, а ты? Нет, я сторис снимаю. Ты не записывал? У нас же в календаре 24 число, день пранков. Я не смотрел в календаре целый день макграции. Я понял. Правила просты, лучший пранк получит 1000 долларов и звание короля пранков. Начнем же эту игру. Погнали. Пацаны, вам конец. Пока, пацаны, все придумывают, я уже все спланировал. Знаете, этот пранк с перевернутой кофты? Вот этот. Смотрите, вот, надеваешь такой капюшон, тебе снимают. Я такой, бу! Я решил его улучшить. Я надену маску зомби, подойду к холодильнику, встану здесь такой, повернусь передом к вам, надену капюшон, разверну руки. Вот так, чтобы не казалось, что я стою. Вот так. А вы поняли, да? Давайте покажу. Вы только не пугайтесь, потому что сейчас я вам покажу, как это должно выглядеть. В общем, смотрите, вот прикол. Артем, сними капюшон и покажем всем, как это выглядит круто. Что, испугались, да? Я знаю, что испугались. Ну вот так и испугается. Стас, правда, в ней очень жарко, и мне придется долго стоять. Но я думаю, это того стоит, чтобы кого-то разыграть. И это прикольно будет, и смешно, главное. А хотя, знаете, я придумал, чтобы долго не стоять, я просто его сюда позову. Стас! Всё, берёте стараться, правильно? Так, Лёх, чё ты звал? Я, кстати, хотел спасти пранк первого. Ты смешнее, правда, придумать не модно. Вау! Вау! Это было хорошо. Это было мощно. Блин, ребята, мне кажется, пранки, которые были старые, их как-то улучшать, это... Это именно то, что правда. Мне кажется, ну ты понял всё, что я тебя хотел обмануть, а как ты это понял? Я по ногам понял, Лёх. Ну твои... Ну, мой же лишний. Лилика, белая выиграет? Я не продумал стаками, надо было подружку положить. Ладно, вообще, мне очень жарко. Мы сейчас с пацанами у моего дедушки на даче, и я сейчас вам кое-что покажу. Кстати, ребят, напишите вот прямо сейчас, кто, по вашему мнению, самый крутой пранк из нас. Напишите, и потом проверим, был ты прав или нет. Сейчас я вам покажу очень крутую штуку. У меня есть такая вот классная вещь. Мне кажется, благодаря этому пранку я смогу выиграть. Так, ребят, чтобы нас никто не услышал, закрываем дверь, чтобы не узнали, как мы их пранканём. Ребят, я нашёл очень клёвый пранк в интернете. И для этого пранка нам понадобится просто бинокль и гуашка. Пранк заключается в том, короче, нам надо взять гуашку и накрасить линзы вот здесь вот. Точнее, не линзы, а вот этот ободок. Есть вот такой вот стакан с энергетиком. Смотрите, что я сейчас вам покажу, смотрите. Так, ребят, смотрите, вот, видите, есть стакан, в нём энергетик. Я закрываю рукой, делаю вот так вот. Готовы к фокусу, смотрите. А всё потому, что это специальный стакан для пранков. Я думаю, надо взять какой-нибудь чёрный. Он был жёсткий, так. Блин, ребят, нам нужна вода, потому что она такая сухая и... Смотрите, ничего на пальце. Ладно, ребят, погнали, аккуратненько за водой. Так, всё, я в ванной. Всё, я закрылся. Я никогда её не должен увидеть. Вот я. Привет. Здесь, потому что Света очень мало, от Ивани. Я Света забыл включить. О, да-да-да, всё. Всё, отлично, ребят. Мы их тут намочили. Сейчас можно всё на всего. Осталось занести. Так, там уже есть стакан. Надо аккуратно занести эти краски. Интересно, что он делает? Я буду подходить к любому человеку с мастеряна. У него что-то было в руках, я не увидел что. Я буду подходить к пацанам и делать им вот так вот, смотрите. И они такие, а там ничего нет. Блин, мне кажется, это самая идеальная вещь, чтобы пранковать своих друзей. И близких. И ещё, я здесь очень часто бываю, и поэтому я знаю здесь каждую лазерку. Весь дом снизу, доверху. Поэтому мне это очень сильно поможет, ребят. Всё, закрылись. Теперь я никого не слышу, меня тоже никто не слышит. Мы берём бинокль, берём чёрную краску. Давайте вот так вот намазать. Вот, хорошо пошло, хорошо. Всё, ребят, у нас готовый бинокль. Рабочий пранк. Может мне как-то привлечь их внимание. Может я буду смотреть якобы в бинокль. И типа видеть какой-нибудь, например, чувака какой-нибудь скажу. Там, чувак, наш видос смотрит. Вон в том доме, смотрите, ребята. Через бинокль всё видно. Потом отсылается, ничего не вижу. У них всё на лице, и должно быть прикольно. Ой, я его чуть-чуть вымазал. О, ребята, Артём сидит, сейчас на нём мы протестим. Артём. Да. Энергетик классный купил, хочешь попробовать? Да, давай. Ё-моё, погнали, погнали, мне нужно Лёху пранкануть, пошли быстрей. Кажется, это работает вообще на всех. Лёха, что? Это, конечно, был с нас неплохой пранк. Я же вам говорил, что это круто. Я второй раз поверил, что? Посмотри, крутой, да, стакан? Да. Блин, интересная реакция Даника, поэтому я могу тоже сказать. Ладно, Лёх, первый пранк за мной, давай, братан. Я реально поверил. Ладно, это на самом деле был неплохой пранк, но они ещё не догадываются, что я подготовил. Так, ребята, ещё для отвлекающего манёвра у меня есть такая дудка. Сейчас узнаете, для чего она, но это будет смешно. Так, на улицу выходим. О, щас, смотрите, ребят. Ух, красота. На коврик, я в носках. Так, куда бы вас надо спрятать куда-нибудь, чтобы Лёша вас не увидел? Скрыта камера, все дела. Так, ребят, я вроде вас поставил. Так, трубочку я ставлю сюда, её вроде не видно. И камера тоже не должна быть видна, я на подоконнике такой прикольником. Так что давайте, всё, я выхожу. Так, не видно, да? Ну а следующий пранк будет очень жёсткий, особенно для Стаса, потому что я подготовил так. Что? Что он делает? Что? Офигеть, что он делает? Что? Не делай этого, что ты творишь? Что такое, Даня? Лёха, он вообще с ума сошёл. Блин, здесь такие крутые виды у нас там. Да посмотри, что он делает. Ты что, нашёл кого? Да-да, смотри, он вдалеке. Там кто? Там орёлы? Да, там орёлы. Смотри, он вдалеке, посмотри через телескоп. Там орёлы? Да, там орёлы, вообще капец. Да вот прям прижмись, надо прижиматься прямо к этой штуке. Зачем? Даня, я ничего не вижу. Да вон, вон туда, вон. А, туда, я смотрел влево, в себя. Да, вон, смотри. Даня, это твой пранк? Это было слишком слабо, я даже не испугался. Чуть-чуть дёрнулся. Ты реально не испугался? Нет, не испугался. Короче, Даня, знаешь, твой пранк очень слабый, поэтому погнали лучше поможешь мне сделать мой. Потому что я такой дикий придумал. Реально? Да, Стаса про конём. Погнали, поможешь мне. Короче, задумка такова, то что мы сейчас достанем все провода из телека, и он не сможет смотреть свой любимый сериаль. Да нет, Лёха, Стас, на это точно и поведётся. Это для него фигня вообще. Так, я пошутил же, потому что мы возьмём и расфигачим его тель с них. Но мы сделаем вид, что мы расфигачим. Мы просто включим, знаешь, этот экран с разбитым экраном. И будем такие, и включим на колонки ещё звук разбивающего телека, и он поверит. Да-да-да-да, так, тут колонок достаточно, в принципе. Да-да, я согласен. Так, мы должны найдут эту колонку. А если он так тоже подумает и отключит, давай ещё батарейки достанем. Давай достанем батарейки и всё. Опа. Ну ладно, хватит, да? Даня, подавай, давай. Давай, давай, давай. Я отбиваю, отбиваю. Блин, Стас нас убьёт. Дед Стас убьёт. Блин, капец. Вы что сделали, пацаны? Заигрались, мы даже забыли вообще про пранки. Мы начали просто разбить. Стас, стоп, 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 не бей, пожалуйста. Пацаны. Вы что, мы первый день здесь? Да. Он разбит, он разбит. Вы понимаете, что он меня убьёт, а потом вас? Вообще, зачем вы здесь в бейсбол играете? Ну блин, тут много пространства, мы хотели. Да, смотри, как мы это делали. Стас, смотри. Стас, смотри, смотри. Он мне такой берёт. Смотри, смотри, не обижайся. Всё, пацаны, делайте что хотите, как это было. Разгребать будете это сами. Ой. Кто не разбил. Лёха, блин, давай, давай. Пацаны, разгребать будете это сами, я вам серьёзно говорю. Стас, где же твой? Стас, это был пранк. Мы пранканули тебя. Смотри, смотри, смотри. Пацаны, я только что набирал ремонт телевизоров, мне сказали. На самом деле, пранк заключается в том, что мы тебя пранканули дважды, потому что это, на самом деле, не разбитый телек, а разбита матрица. Блин, пацаны, я вам уже вообще поверил, потому что с моим дедом шутить вообще нельзя. У меня сердце колотится. А у тебя вообще что с глазами, вы подрались здесь? Слушай, что с глазами, у меня всё хорошо. Лёха, давай смоткаемся с тобой. Давай. Подписчик, Лёшка. Хороший мой взгляд. Не знаю, зачем он. А может какая-то маска пранковая? Что с тобой? А когда, что? Я за тобой заплакал. А когда? Ай, ты этот хитрый. Когда ты успел? Блин. А где ты стоял под подзорную трубу? Он тебя подкнул. Блин, Даня. Я Даня не ожидал. Чего? Это был какой-то двойной пранк? Давай. Э, ну Лёха, ну Лёха, ну Лёха. Иди сюда, иди сюда. В общем, пока пацаны там где-то что-то делают непонятное. Я решил им жёстко отомстить. Я подумал, это слишком было жёстко. Ну нельзя, реально. Вот, ребят, нельзя так делать с телевизором. Особенно, когда ты первый день в доме, в который тебя пригласили. Ну нельзя так делать. Поэтому я решил собрать тихенько все их вещи. Вот портфель там Даня, телефон потом возьму. И приклеить всё к потолку. Блин, мне кажется, они будут в шоке. Особенно, когда я стол задвину обратно. И они такие, блин, как нам достать свои вещи? Я скажу, как хотите, пацаны. Это уже ваша проблема. Короче, ребята, это вообще не смешно, потому что эта краска не смывается. Вот смотрите, небольшие такие покраснения остались. Я их никак не могу смыть. Поэтому надо что-то придумать, как бы ему отомстить. Но я пока не знаю как. И я думаю, здесь что-нибудь сделать. Например, какую-нибудь песок ему подложить под кровать. Потому что у нас же пранки 24 часа. И может быть что-то клёвое из этого и выйти. Поэтому это мы подумаем позже. Но это как вариант. Поэтому надо ещё что-то придумать. Всё, ребят, я убежал от Тёши. Закрываем двери. Так, ребят, для этого пранка, который сейчас будет, мне нужны мои любимые печеньки. Вот они, кстати, лежат. Здесь всё моё лежит. Так, печенечки мои. Любимые, кто тоже их любит, ставьте лайки. Ну а я пошёл всё-таки искать, как же мне смыть это. Потому что это ужасно. Итак, ребят, что мы имеем у нас на потолке? Кроссовок Дани. Кроссовок Лёши. Портфель Дани. Кошелёк Лёши. И телефон Даника. Вот, сейчас мы быстренько стол задвигаем. Всё, и пусть пацаны сами ищут свои вещи. Вот, я им даже ничего не скажу. Ребята, тут одна потресканная. Блин, это некрасиво, но поэтому... Всё, ребят, смотрите, что нам надо делать. Открываем. Видим вот такую штуку. Выковыриваем её. Потом берём нашу зубную пасту и неплохими движениями делаем вот так. О май гад. Кому-то не понравится этот хак. Ребята, вы бы смогли отличить вот эту вот печеньку от настоящей печеньки. Так, всё, ребят, я сделал все печеньки. Ладно, ребят, я пошёл. А вы же идёте со мной. Короче, знаете, что я понял? Что на ютубе вообще нет ничего экстремального. Но зато, пока я смотрел все эти видео, у меня родилась клёвая идея, что я просто задам им вопрос, что тяжелее? Литр железа или литр ваты? И если они ответят неправильно, я кое-что сделаю. Так, ребят, не будем останавливаться и в том же духе продолжим. Погнали в туалет. У меня есть прак в туалете. Так, и давайте я сейчас поставлю как-нибудь камерку и это быстро в съёмке сделаем. Быстро. Всё, ребят, я всё сделал. Я считаю, что это получилось намного круче, чем я думал. Смотрите просто. На тебя оно есть? Надеемся, что сюда зайдёт Стас, а я пойду куда-нибудь подальше. Всё. О, ребят, там, походу, Лёха. Пошлите у него спроси, может он знает, где мой телефон? Лёха, ты не знаешь, где мой телефон? Нет. Можешь позвонить? Так, ладно, давай наберём. Я звоню. Я звоню. Тихо. Слышишь? Нет. Сейчас, прислушайте. Слышишь? Ну слабо. Он очень похоже на втором этаже, а может даже на третьем. Это знаешь, как всегда он лежит под подушкой, а он на самом деле всё это время был под кроватью. Он в прихожей или как-то что-то? Чего? Чего? Я там не шикал? Он! Это Стас сделал, да? Мне нужны мои кроссы срочно. Важайте пол. Давай, давай, давай. Тихо, я сейчас кросс не порвал. Как дела? О, нет, а ты сделал! Придумал. А, что это? Смотри, вам помоешь достать? Даня, возьми, подержи. Молька, ты что? Достань, все остальное. Давай я подержу. Достал. Дай. Все, дай сейчас сам. Э, Лёха! О, Майло. Ой, тебе. Телефон, пацаны! Телефон страшно доставать. А что, подержи ногой, пожалуйста? Настоящий друг. Блин, дай мне, я заблоку. Я зашел свою аппарату. Я думал, он хотел мне помочь. Все, ребята, пришло время следующего пранка. У тебя просто стакан одноразовый, поэтому и со скидкой тебе его продали. Ну, согласитесь, крутой. Ну, первый эффект был классный. В общем, у меня есть предложение сыграть в игру вопрос-ответ. Если вы отвечаете правильно, то я вам каждому даю по 100 баксов. Если вы отвечаете неправильно, то с вашим желанием. Вопрос, кстати, очень простой. Просто предупреждаю, вы точно знаете не ответ. Давай, погнали. Реально так просто? Я думал, не сомнение поймает какое-то. В общем, смотрите. Что тяжелее, литр ваты или литр железа? Вопрос первого класса. Это, может, ты Даня хотел задать? Давай ты тогда отвечаешь. Так я отвечу. Я просто хочу поделиться. Которой я выиграю в конце, когда выиграю 1000 долларов. Блин, ну пока Даня отвечает, а я сейчас приду. Стой, стой, стой. Телефон оставь. А то ты посмотришь ответ. Я не собирался. Я вообще до туалета хотел. Давай, оставляй. А ты знаешь где? Ну это же легкотня. Я даже вот так вот головой вниз. Это поровну будет. Ты поровну ответил? Да. То есть ты говоришь то, что поровну, да? Да, да, да. Мы сейчас узнаем, что стан... Что? Я прав в туалете сделал. Правда? Какой? Я туалет замотал. Ну ладно, я потом видео посмотрю. Серьезно? Плетки унитаз замотал. Я такое тоже в ТикТоке видел. Он там говорит, что? Кто это сделал? Это Леша. У меня чуть на ноги не попало все. В общем, ты ответ, да? Мой ответ одинаковый. Одинаковый? Да. Ну Даня также ответил. Кстати, ребята, вы знаете правильный ответ? Потому что это, пацаны, был неправильный ответ. А как думаете, почему? Потому что ты врешь. Да загугли, просто посмотри. Я вот уже и захожу сейчас. Давай. Блин, реально, посмотри литр. Короче, смотри, объясни просто. У тебя, например, бутылка литровая. Ты туда заливаешь железо, и оно твердеет, на самом деле, тяжелым. А если туда ваты зальешь по литр, то, ну, мало будет весен. Ладно, пацаны, у вас есть еще одна возможность выиграть 100 долларов. А желание я оставлю себе на потом. Короче, давайте, я вам связываю сейчас руки и ноги. И кто первым выберется, тот и заберет. Опа. Так, короче, пацаны, это был пранк. Никто не получит 100 баксов. Удачи. Так, ну а я пока поем печеньки. Ты кушай. Печеньки, печеньки. А нигде не даю спу. Я не даю спу. Я не даю спу. Лёва, у тебя садом не спула. Что такое? Судная паста. Да? Да. Капец, так это ты его пранкнул. Лёва, а как вообще двигаться? Ну так. Да. Ты что, принял? Как больно флот у него. Теперь, теперь можно мне посидеть. Раня, что там было? Скажи по-честному, и я уйду. А может я с кремом перепутал Димином для ног? Лина, стоп. Дурак. Я дурак, ребят. Опа. Он же приклеил мою копку. Давай, давай. Ярик, давай. Ярик, возьми. Ух ты, я опять упал. Всё, Стас, я выиграл. Фух. Вы кофе себе быстро, да? Тебе помочь? Ну ты мой выиграл деньги. Давай. Пожалуйста. Блин, я сейчас вас принесу. Ну что, ты придумал, чем его пранкнуть? Стас, я придумал. Что? Погнали. Ушли. Так, Стас, дам вам его кем для этого. Короче. Тебе не понравилась моя идея с обливанием, да? А если мы его обольём, он захочет посушить голову. А мы знаешь, что сюда насыпем? Муку в фен. Только как мы его обольём? Непонятно. У тебя стакан тут был, помнишь? А туда можно налить воду? Точно! Блин, это же мой пранк, который я планировал сделать. Я про него забыл вообще. Реально, мы обольём его, а ты... А ты... Блин, это крутая идея, ребята. Давай. Давай. Мука только нужна. Подожди, стоишь здесь. Сейчас принесу муку. Мука в каждом доме должна быть. Всё, погнали. А как это надо говорить? Давай чуть-чуть положим сюда, и всё. Давай подсыплю. Вот мы просто наберём этой водички сюда, и всё. Блин, мне кажется, этот стакан, это просто легенда, реально. Легендарный стакан. Да, посмотри, и всё. Вот он сейчас даже не испугается. Стой, давай ещё чуть-чуть. Ладно, ладно. Ладно. Теперь уже реально страшно. Я не знаю, только мы. Всё, погнали к Лёге. Идём. Лёха! А вот он валяется. А что, День пранков, как тебе понравился? Смотрите, вообще я его троганул. Как у дурачков. Эй, смотри сюда. А, давай, вздевайте, что? А ведь вы... Это пранк, бро! Ой, Лёша, ты описываешь. Это легендарный стакан. Просто легенда, блин, ребята. Какие не появилось вода, как так, я не понимаю. Эх, смешно. Куда вы бегаете? В пранки. Ладно, сейчас с ним тоже как-нибудь. А там что, только подсушим волосы? А то это вообще не делай. И штаны. Блин, а где ты их был? Куда пришло? А, ещё один пранк. Это был пранк. Слышно, смешно. Блин, да, ты слишком мало муки насыпал. Да, он мог быть хорошим пирожком. Двойной розыгрыш, значит, да? Ладно, я предлагаю закончить уже на сегодня. Да, ты прав, потому что мы уже все устали. И мне кажется, пусть ребята сами решат, кто из нас подлетает. Да, смотрите, по десятибалльной шкале. В общем, ребята, я уверен, что вам понравилось это видео. Вы за него влепите 200 тысяч лайков. Или сколько я вас попросил, чтобы снять с конью, вы знаете. Ну, а вообще, ребята, подписывайтесь на канал. И дальше вас ждёт ещё круче контент. Ну, а вы только если будете дальше, да? Всё, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.